Всем привет! Это канал Ярсервис Тро и сегодня у нас с вами будет такой необычный тест. Потому как в обычном тесте я обычно готовлю заготовку, в нее вкручиваем саморезы и камера прямо на нее направлена. Здесь же решили совместить приятное с полезным и все это получилось в принципе спонтанно. Делали ремонт другу и решили записать на сколько же хватит, например, вот аккумулятора СИДА, сколько саморезов он закрутит. Обычно крутили полтинники, здесь мы крутили 90-е, половые доски прижимали к лагам, то есть первый этап выравнивания пола. В общем-то сейчас будет небольшая нарезочка, нарезочка минуты на две, а после нее мы в принципе продолжим. И немного хочу добавить по поводу названия. Название будет видеоролика, как обычно, тест, например, ударного шуруповерта СИДА-22, но для многих это тест на емкость аккумулятора. В общем-то, как хотите, так и называйте. Аккумулятор, который будет участвовать там, это 1.6 Hilti, ну и шуруповерт Hilti СИДА-22. Сейчас посмотрите музыку, точнее посмотрите, послушайте музыку и продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, в принципе, видели сами картинку, сейчас дам небольшие пояснения по картинке и по цифрам. В общем, по саморезам. Вот они, 90-е саморезы. Короче, закрутили их всего 119 штук. Саморезы по дереву, ну, нехилые. Для тех, кто крутил их, примерно представляет, как крутит их шуруповерт. В принципе, по времени закручили вообще играючи, вообще даже не парись, то есть я крутил, друг крутил, я крутил, друг крутил, пошли покурили. И, в общем-то, чистого времени где-то заняло порядка 18 минут. Ну, короче, 20 минут ушло на то, чтобы закрутить 119 саморезов. Вообще, даже не парись, даже не устали. Ну, такие дела. По поводу аккумулятора. В общем-то, вначале видно было, что целый аккумулятор. В конце записать это действие не получилось, так как в кадр попала перчатка и не видно, короче, нифига было. Ну, не знаю, верьте, хотите, не верьте. То есть, придется на мои слова верить. Грубо говоря, в конце у нас осталась одна палочка. И эту палочку мы еще досажали, закрутив таких же один в один 10 саморезов. И под итог хочу сказать, что на аккумуляторе 1,6 А 130, грубо говоря, саморезов 90-х по дереву можно закрутить смело. По эргономике и по всему особому тоже хочу отметить, потому как раньше мы крутили данную работу, осуществляли шуруповертами. И, в принципе, многие сейчас могут докопаться. Обычно, да, делается направление сверлом и закручивается. Здесь уже делали для себя, не для кого-то. Ну, и, в принципе, вообще не парились, делали сразу же, загоняли саморезы винтовертом. Шуруповертом это было бы еще сложнее сделать. Поэтому по времени вообще играючи быстро даже не парились. По скорости закручивания тоже саморезы улетают вообще махом даже быстрее, чем шуруповертом. Например, полтинники закручиваешь. Все быстро, махом, легко, быстро останавливается. Не знаю, мне вообще понравилось. После шуруповерта, например, когда мы делали такие же действия, ну, небо и земля, скорость вырастает просто в разы. Не в два, не в три, а, не знаю, в разы просто быстрее ты это все делаешь. Ну, и в конце будет небольшая нарезочка от того, что, в принципе, у нас получилось. Там, опять же, будут все тесты, которые есть на канале, тоже всплывающими окнами. И на всю работу у нас, в принципе, ушло порядка трех часов. Вообще не парились. То есть покрутили, отрезали, покрутили, покурили. Короче, просто наслаждались работой. Сделали порядка девяти квадратов, чуть больше девяти квадратов. Протянули саморезами. Потом все это дело протянули. Положили фанеру, протянули ее же саморезами. Выровняли пол за три часа. Ну, вообще, даже не напрягаясь. Короче, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайк. Ну, и до новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok